Общественная организация «Кордон» существует пять лет. Создали ее пограничники для того, чтобы объединить всех тех, кто когда-то служил в разных точках бывшего Советского Союза. Входят в нее и те, кто сейчас пребывает в рядах украинской армии. Константин, один из кордоновцев, в день основания организации пришел со своими товарищами к памятному знаку, отметить юбилей. Белгород-Днестровский всегда был приграничным городом. Более того, город Белгород-Днестровский освобождал 25-й пограничный полк, в частности, тоже каким-то образом связан. На сегодняшний день в Белгород-Днестровском находится пограничный отряд Белгород-Днестровский, который был переведен с Березино. И на сегодняшний день это одно из крупных военных формирований, воинских формирований, которые находятся в Белгород-Днестровском. Соответственно, исходя из этого, была инициатива от ребят, собравшихся вместе, которые друг друга давно уже знают, служили вместе, где-то пересекались, о создании такой организации. Инициативу поддержали, в нее на сегодняшний день входит более, где-то под 100 человек. И она постоянно обновляется. Руководитель кордона Александр Назаренко принес с собой флаг организации. Зеленый цвет, традиционный для пограничных войск. Вся остальная символика связана со славной историей воинов-пограничников. Пойз Советского Союза. Ага, тут вот я смотрю, герб Советского Союза, да? Это герб, это отличник пограничного в первой степени, который вручался солдатам-пограничникам, офицерам-пограничникам, которые приняли активное участие в охране государственных границ, принимали за задержание в основном нарушителей государственных границ. Памятник в парке возле мемориала славы тоже установили общественники. Все сделали собственными руками. Теперь постоянно поддерживают здесь порядок. Одной из самых важных задач считают ведение воспитательной работы среди молодежи. Мы проводили очень много воспитательных мероприятий в школах, с детьми. У нас есть создан фильм документальный, который мы показывали детям в доме офицеров. Мы собирали детей в прошлом году, мы там показывали фильм «Пограничные войска. Историю пограничных войск до сегодняшнего дня». Еще один памятный знак в честь воина-пограничника есть в Белгороднестровской второй школе. На доске выбито имя сержанта Олега Зарии, погибшего в Афганистане в 1989 году. Трагедия произошла перед возвращением солдата домой, вспоминают его товарищи. С тех пор они взяли на себя заботу о его матери. Раскрою такой секрет небольшой, который был в Советском Союзе, что пограничные войска вышли с Афганистана не в 1989 году, а в 1991 году. Они ушли оттуда самые последние, прикрывая весь отход всей группировки вооруженных сил Советского Союза. И сержант Зария Олег погиб в 1989 году, уже после вывода войск с Афганистаном. Он учился во второй школе, мы там поставили мемориальную доску. Невзирая на запреты нашего руководства города, мы все равно его установили, провели митинг в школе и каждый год мы там отмещаем. В планах организации «Кордон» создание клуба юных пограничников. Там планируют обучать детей по специальной программе. Поисковые навыки, физическая подготовка и рукопашный бой. А традиционные уроки мужества в школах будут проводить и впредь. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.